Приветствую вас, друзья! Меня зовут Сергей Смоляков. Расскажу сегодня одну историю о том, как мы перестали, ну, точнее, может быть, не полностью перестали, но как минимум очень сильно уменьшили поедание конфет нашей семьей. На самом деле, по поводу сахара и здоровья, у меня есть видео, которое будет ссылочка внизу, можете его посмотреть, да? И я сейчас здесь не буду говорить, насколько вреден сахар, насколько вреден сахар для детей, а в особенности, да? Просто посмотреть это видео, там все будет рассказано. От себя скажу, что один из симптомов, такой, который любят вставить невропатологи нашим детям, там, да, синдром гиперактивности, вот этот вот СДВГ любимый, вот, он часто под собой имеет природу потребления сахара. То есть, когда ребенок съедает сладкое, он становится в некоторой степени немножко сумасшедшим, немножко гиперактивным, немножко чуть-чуть его поведение начинает отличаться от нормального. А как было у нас, у меня, в моей семье? У меня у самого, к слову сказать, двое детей, и они достаточно успешны физически, умственно и в других областях, да? Поэтому, если хотите, то я могу поделиться некоторыми успешными вещами, которые я применял в отношении своих детей. И когда у меня родился первый ребенок, то через какое-то время, там, ему годик был или больше, он очень любил есть сладкое. А мы, как мама и папа, мы все время старались у него их забрать или как-то его оградить от этого. Естественно, он этого чувствовал. Дети, они очень сильно борются за свое самоопределение, за свою свободу выбора, за то, чтобы принимать и действовать самостоятельно, да? Поэтому, естественно, у нас такая шла негласная война. Мы конфеты прятали или убирали, или ограничивали его, а ребенок, наоборот, старался их добыть, отыскать, взять у друзей там и так далее. И в какой-то момент я увидел эту штуку, вот. А еще так совпало, был канун Нового года. Ну, вы знаете, что в Новый год, на самом деле, детям дарят большое количество подарков, и, как правило, это сладости какие-то под елку там кладутся и так далее. Но это у нас древняя традиция. Я думаю, вы все знакомы с ней. Особенно бабушки там приносят эти конфеты килограммами. И нашему, точнее нам и нашему ребенку прислали целую такую большую корзину. Я не знаю, там сколько килограмм было, ну, больше килограмма. Килограмма три, может быть, конфет. Они были разнообразные, в цветных фантиках, такие красивые. Вот. И я подумал, а что если не бороться с этим, а наоборот дать ему, разрешить, наоборот, дать ему столько конфет, сколько он хочет. Тем более, что этот подарок, мы были в шоке от того, сколько нам прислали конфет. И мы с женой просто взяли и эту корзину вручили ребенку. Дали ему прямо в полный доступ. И нам своим нужно было преодолеть определенное ограничение. То есть мы его уберегали от конфет, а тут мы ему даем столько, сколько он хочет съесть. Я говорю, а вдруг он их... Ну, жена говорит, а вдруг он их все съест. И мы как бы переживали по этому поводу. Я говорю, давай просто дадим ему и посмотрим, что произойдет. Вот. И мы дали ребенку эти конфеты. Картина была такая. Он сидел в зале, ну, на полу там, на ковре, да. Высыпал эти конфеты вот так. Вот такая гора получилась прямо на полу. Сел прямо в нее, в эту гору конфет. И сидел среди конфет. И это было, знаете, как мультик «Скрудж Макдак». Помните, когда он в монеты нырял там в золото и купался в нем? Ребенок себя делал точно так же. Он брал эти конфеты, вот так подымал, сыпал на себя, как будто душ из них принимал. Он их совершенно не хотел есть. Но вот эта вот борьба, борьба с тем, от чего его ограничивали, он получил полный доступ. И он просто сидел и трогал их, обсыпал себя этими конфетами. Он не собирался их есть. Он просто восполнял тот недостаток, который у него сформировался в результате нашего, ну, можно сказать, неправильного поведения. И это продолжалось, может быть, час или даже больше. Может быть, даже несколько часов, да. То есть он просто сидел и вот эти вот конфеты трогал, трогал, трогал. Их там игрался с ними, что-то там возился. И потом, когда он, ну, грубо так скажем, насытился, да, я не имею в виду поедание конфеты, я имею в виду, что он свое обладание, свой недостаток, вот этот вакуум восполнил, наличие конфет. И произошло следующее, он потерял к ним интерес. То есть он не то чтобы прям полностью потерял, но он успокоился в отношении конфет. Он перестал их компульсивно пытаться достать, добыть и так далее. Поэтому, друзья мои, я хочу сказать следующее. К чему я это говорю? Как успешное действие. Ограничения, обязательства и принуждения, они не работают на детях. Ребенок будет искать способы достичь своего, добиться своей цели. А в результате этого будет вырабатываться компульсия, будет вырабатываться не совсем адекватное поведение к чему-то. Поэтому, если вы хотите оградить ребенка от чего-то, то сделайте две вещи. Во-первых, предоставьте ему полный доступ к этому. А второе, обязательно дайте данные, почему это плохо на него влияет. То есть перед тем, как мы вот эти конфеты ему дали, мы ему разъяснили, что сахар, он вреден, что от него там портятся зубы, что человек становится толстым, что когда он становится взрослым, он болеет потом, да? И поприводили много-много примеров. То есть вот две вещи. Не должно быть принуждения, ограничения, навязывания. И второе, должны быть данные, почему это как бы плохо. То есть вы должны обязательно разъяснить. Вот, если вы будете выполнять эти два шага, то я думаю, что вы найдете общий язык с ребенком, ну, практически во всех возможных ситуациях, которые вы хотели бы уладить. А я желаю вам большего понимания с вашими детьми. И до новых встреч. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok